Мир вам, братья и сестры! В 41-м псалме, 1-й стих, слова, которые, наверное, все мы знаем наизусть, но хочется их повторить перед тем, как мы будем молиться и начинать наше воскресное богослужение. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Господи. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицом Божьим. Каждый из нас, наверное, испытывал жажду. Особенно здесь, во Флориде, когда жаркий день, когда мы где-то, возможно, на океане, или где-то мы работаем, и у нас нет рядом воды, и бывает такая сильная жажда, что ты понимаешь, что у тебя все пересохло, тебе хочется сделать глоток этой воды, и ты понимаешь, что у тебя сразу будет прилив сил, ты сразу станешь сильнее, у тебя вот эти мысли уйдут, скажем так, в сторону. Псалмопевец сравнивает это состояние жажды, вот именно сообщение с Богом. Так желает душа моя к Тебе, к Богу живому. Помните, да, Иисус, Иисус говорит, да, это живая вода. Воду, которую я даю, кто будет пить, он не будет жаждать вовек, это живая вода. Пусть Господь нас благословит сегодня, друзья. И я надеюсь, вот наши сердца, когда мы шли сегодня сюда, зная, что сегодня особенный день, когда мы будем вспоминать именно страдания и жертву нашего Господа Иисуса Христа особо, будем участвовать вот в этой заповеди, которую Господь заповедовал. Пусть Господь нас сегодня благословит. Я надеюсь, это наши слова. Мы жажды сегодня общаться с нашим Богом. Помолимся Иму. Господь, наш Небесный Отец, в этот дневной час мы собрались здесь, чтобы Господь вот с этой жаждой прийти к Тебе. Господь, Ты видишь нас, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем слове сегодня, мы нуждаемся в Твоем обличении, мы нуждаемся в Твоей поддержке, Господь. Пожалуйста, каждого, кто здесь сегодня находится, благослови, Духом Твоем Святым пройди, Господь, и коснись наших сердец, покажи нам наши недостатки, и, Господи, открой у нас проблемы, те, которые есть внутри нас. И, Господи, сделай, чтобы мы сегодня, Господь, осознали, возможно, какие-то наши поступки, грехи, и, Господь, выйдя отсюда, мы сделали определенные решения в своей жизни. Благослови пение, которое будет совершаться, Слово, пусть будет это все во славу Твою, и в назидание нам, наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Будем петь общим пением. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Воскреси меня в жизни святую Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Вы помните ту историю, как Лот, он жил среди разращенного народа, и однажды ангелы пришли, чтобы вывести Лота из этой местности. И там мы встречаем такие интересные слова. Прочитаем с вами. 12 стиха, 12 глава, 12 стих. Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим с ее места, потому что велик вопль на жителей его Господу и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погубить, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господне, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и выдели его и поставили его вне города. Когда же выбили их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Та мысль, которую я хотел остановить, наше внимание, это на вот эту вот короткую фразу. Но я думаю, это актуально сегодня для нас, в нашей жизни и особенно в этот день. Эта фраза «спасайся на гору». Я думаю, здесь прообразно Слово Божие говорит нам о том, о той горе, которую мы сегодня размышляем, эта гора Голдовская. Именно на горе этой совершилось наше спасение, когда Господь за нас умер, за наши грехи. И ангел говорит Лоту, спасайся на эту гору. Действительно, в нашей жизни, когда мы переживаем что-то в жизни и чувствуем, может быть, тяжесть греха нашего, когда мы, может быть, по своей муже, безрассудию или поддались искушениям, то Слово Божие то же самое звучит для нас «спасайся на гору». Ибо там мы встретимся с распятым нашим Иисусом Христом. Знаете, Слово Божие говорит, что успех и благополучие, вообще жизнь христианина, она зависит от одного простого вещи в его жизни. Посмотрите, что здесь сказал ангел. Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся. То же самое актуально для нашей жизни христианской. Успех христианской жизни зависит от того, на что падает наш взгляд, на что мы смотрим. Слово Божие к евреям в 12 главе призывает и говорит, «Посему и мы, имея вокруг себя такое область свидетелей, свержнем себя всякое время и запинающий нас грех, и с трепетом будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший поздравления, и посел одизгоня престола Божия». Дальше такие слова. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не безнимочь и не ослабить душами вашими». Помыслите, вот этот духовный, мысленный наш взгляд, когда он сводится с Иисуса Христа, тогда и начинается падение. Поэтому неспроста ангел сказал, не облядывайся назад, и нигде не останавливайся. Второй принцип, который очень важен. Как только мы останавливаемся в нашей духовном росте или жизни, в познании Иисуса Христа, там и начинается наше падение, там и начинается отступление. И последний момент, который хотелось бы обратить внимание, это великая любовь и милость, и вообще сердце Бога, которое здесь в этом Писании открывается нам. Посмотрите, я просто удивляюсь этому. 16 стих написано «И как Он медлил», то есть Лот, «Ему оставить все, что вокруг своей жизни, он, может быть, собирался долго, за что-то хватался и медлил спасаться, спасать душу свою». И удивительно написано «И как Он медлил тому жития, по милости к нему Господней. взяли за руку Его и жену Его и двух дочерей Его и вывели Его и поставили Его вне города». Действительно, это наш Господь, по милости к нам, нашел на... когда Он нашел нас во грехах, Он взял вперед нас за руки и выводит. Мы очень часто похожи на Лота, когда мы поступаем в своей жизни безрассудно, не понимая всю опасность, может быть, греха или в чем мы, в состоянии, в котором мы находимся. То Иисус по милости к нам делает первый шаг к нам и выводит нас из причины зла. Пусть Господь благословит нас в сегодняшний день, когда мы будем принимать участие в вечере. И помните об этом «Спасайся на гору» и через это все служение, чтобы взор наш был на Господа, на Голгофе. И мы хотели спеть псалом как раз о Голгофе. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты говорил, не плачьте, а мне. О себе и о детях Нужнее заботы и думать теперь. Последние пастырские советы, Забыв о себе, людям дать ты хотел. И в муках ужасных, Висящий на древе, О матери вспомнил, поднявши глаза. В заботе любимого юноше верил, Пусть матерью будет твоей она. Ты словно не слышал насмешек и криков, Что с разных сторон доносились к тебе. Прости, отче, им. Слов подобных величия Забыть не смогу никогда и нигде. Покоя не знал ты в любви беспредельной, В сочувствии людям и к жалости к ним. Грехи их ты взял на себя, Их болезни, желанием избавить от зла, Был томим. Людей же любя, Милосердный и чуткий, Не мог ты спокойно на горе смотреть. И бедных овец, Изнуренных, Забудших, Хотел накормить, Извечить, Обогреть. И вновь ты живой, Предстаешь предо мною, И я от тебя научиться хочу, Любви твоей, Выдержки, Силе, Покою. Об этом тебя, Мой Иисус, Я прошу. Пастырь церкви из Москвы, Геннадий Андреевич, Мы очень рады, Пусть Господь благословит, Он будет делиться с вами. Дорогие мои братья и сестры, Мир вам смирает. Вот сегодня для нашего назидания хочу читать текст из 21 главы Ивана Геопиана, я хочу читать с 14 по 17 стихи. Ивана Геопиана, 21 глава, с 14 по 17 стихи. Здесь написано такое слово. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим во воскресенье Своим из мертвых. Когда же они обедали? Иисус говорит Симону Петру, Симононин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя? Иисус говорит ему, фаси агнцев моих, и еще говорит ему в другой раз, Симононин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя? Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Говорит ему в третий раз, Симононин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Как сообщает нам Иоанн, это третий раз была встреча воскрешенного Господа с учениками, и читающие Евангелие знают, что предшествовало этому эпизоду, предшествовал удивительный лов рыбы. Вернее, была вот эта безутешная ночь, попытка что-то поймать, и только когда забрежил рассвет, там ученики увидели странника, этот странник дает им советы, они послушались, и случился удивительный лов рыбы. И вот там Иоанн раньше других говорит, братья мои, знаете что? Это Господь. Он говорит так, не потому что он лучше видел других, но что-то напомнило ему, что-то подсказало ему, что это Господь, это Его благословение, незаслуженный дар, участниками которого, свидетелями которого они стали. Но когда Петр услышал, что это Господь, он первым бросился в плавь, расстояние сколько было? 200 локтей, ну, 100 метров. Я бы хотел видеть, ну, что бы мы видели, Петр, наверное, установил мировую реку. Так он хотел быть первым. У ног учителя. И что меня здесь удивляет? Знаете, воскресший Господь не перестал служить Своим ученикам. Ну, он уже воскресший Господь, но он не боится замарать руки. И когда ученики, уставшие после вот этой безутешной ночи, наверняка голодные, приплыли к берегу, Иисус приготовил им трапезу. Я вот опять ставлю себя на место Иисуса. Как бы я встретил тех, которые третьего дня позорно бежали, отреклись. с чего бы я начал. Вот Господь дает например того, что не прекращай служить, будь готов служить тем, в которых ты вкладываешь время, обстоятельства, к служим этим людям. Когда они вышли на берег, то была готова уже трапеза, и Иисус приглашает их к этой трапезе, к обеду. Но одновременно с этим особенно Симон Петр понимает, что он в ожидании. Он в ожидании, как сейчас говорят, сейчас будет разбор полетов. Дорогие мои, как вы себя повели накануне? Петр, вот ты трижды клялся, если все, то не я. Но и понимаете, одновременно с тем, что Петр уже участник этого общения. Он в ожидании, что спросит его учитель, какой он вопрос задаст. И, наверное, каждый из нас, брат из страха, хотя бы один раз в жизни, были в положении Симон Петра. Наверное, что-то похожее происходило в моей вашей жизни, когда, знаете, нам стыдно посмотреть в Господь в глаза. Когда память о малодушии, она не дает нам грязновения сознавать себя частью общения. И в такие минуты мы готовы дорого заплатить. мы готовы совершить подвиг. Я иногда тоже, знаете, так с некоторым пренебрежением говорю о православных братьях и сестрах. Вы знаете, иногда человек готов впечатлить Бога. Господи, сколько нужно зажечь свечи, чтобы загладить мою вино. что я должен сделать, чтобы задобрить тебя, чтобы ты дал мне еще один шанс. В положении Симона мы идем к Иисусу и мысленно проверяем свое сердце. Вот особенно, знаете, для нас, когда мы приступаем к участию в законе Господней, Писание предваряет нас, предупреждая, чтобы мы испытывали самих себя. Писание призывает нас к достойному частью. И вот мысленно мы проверяем самих себя ставим галочку в отчете «Господи, я пащусь два раза в неделю, десятую часть даю». Ввиду «Господи, я стараюсь вести такое высоконравственное у вас жизнь, не так, как прочие люди, которые вокруг меня. Что еще? Что еще?» Симон Петр напоминает мне здесь студента, я думаю, что кто-то из вас учится, кто-то раньше учился, и для студентов всегда такой особый период, когда надо сдавать экзамен. и мы все несовершенные ученики у Господа. И нам бы тоже хотелось знать, какой будет вопрос на экзамен. Я не знаю, как здесь, наверное, здесь такого нет, но помните, те, кто учился в России, в Советском Союзе, на столе лежат перевернутые вопросы, и мы молимся, чтобы достался тот билет, ответ, на который я знаю. Но я не могу все знать, но Господи благослови, чтобы был тот билет, ответ, на который я знаю заранее. И, знаете, это был счастливый день для Петра. Образно говорю, он вытаскивает билет, ответ, на который лежит на поверхности. Мне даже не нужно времени для подготовки, господи, я уже готов отвечать. Симон, сын Ионы. Да, Господи. У меня есть вопрос для тебя. Вот здесь напряжение внутри Симона. Какой это будет вопрос? Мы тоже вот, знаете, следуем за Господом и знаем, что там будет то, что называется судилище Христово. Тоже готовые шпаргалки. Шпаргалки готовы. Что он меня спросит? Какой вопрос задаст Иисус? Ну, как правило, что-нибудь из книги Откровения. Наверняка. Что такое 666? Как правило, что-нибудь со вторым пришествием связано. Вот здесь, брат и сестра, текст звучит совершенно неожиданно. Иисус задает сам простой вопрос, который только может быть. И эта простота обезоруживает нас. Мы даже не удосуживаемся немножко взять время, чтобы подумать. Потому что, как я сказал, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Господи, но это так самоочевидно. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иначе меня, нас бы здесь не было. Ты знаешь, что мы все оставили, чтобы последовать за тобой. Конечно, мы рады слышать. вопрос, ответ на который мы знаем заранее. Но, брат Истару, первая мысль, на которую я хочу обратить внимание, когда Иисус задает мне и тебе вопрос. Давай мы не будем спешить с ответом. Давайте возьмем некоторую паузу, не будем спешить с ответом. Давайте подумаем. давайте вдумаемся в этот самый простой, самый основополагающий вопрос, ответ на который Иисус ожидает от меня и тебя. Нет, нам бы легче горы свернуть, нам бы легче перевыполнить план, взять на себя повышенное обязательство. Господи, я больше так не буду. Мы же когда готовимся к этому, у нас же уже заготовлены объяснения. Почему я так поступил? Уже есть объяснение на все. Суть которая в том, что Господи, я я-то не виноват. Обстоятельства такие. Люди вокруг меня не такие. Иисус как-то не об этом нас спрашивает, его интересует ответ на этот самый главный вопрос. Симон сын он любит что-то или нет. Вот еще раз хочу повторить брата страх. Пусть это кажущаяся простота не вводит нас меня в заблуждение, когда он спрашивает, давайте не будем спешить в ответ. Он дает нам возможность подумать. когда Петр с готовностью отвечает на этот первый вопрос, то повисает пауза, в которой мы слышим Господи, может быть есть что-то более важное, что ты хочешь знать от меня? Может быть есть что-то более сложное, на что ты хотел услышать ответ? Так сильно. Точно так. Есть еще один более сложный вопрос. Я готов услышать его. Я готов услышать его, Господи, какой это вопрос. Симон Синон любишь ли ты меня? Это страх дает нам время подумать. Иногда наши слова спешат вперед наших действий, поступков. Ловлю себя на мысли, братья и сестры, что для молитвы в церкви я приберегаю самые красивые, самые правильные слова. Так что другие в смущении даже не имеют разновения помолиться, потому что я не умею так красиво молиться, как молится этот брат или эта сестра. Но Иисус дает нам возможность подумать, чтобы он хочет слышать ответ нашего сердца. Не ответ наших уст. Он хочет слышать ответ нашего сердца. Вторая мысль, на которую хочу обратить внимание. Когда в третий раз Иисус задает тот же самый вопрос. Петр обечалился. И только в третий раз он говорит правильное слово. Господи, ты тот, который знаешь все. Братвестера, почему мы не должны спешить с ответом, потому что он тот, который знает все. Ну и по природе все артисты, конечно. Конечно. Можем выдавать желаемое за действительное. Можем казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Кто нас лучше всего знает? Ну, семейные люди знают, что лучше всех нас знают сонаследницей благодатной жизни. Ну, кто еще? Конечно. Я когда проповедую с кафедрой, не важно присутствие жены, сонаследую, потому что только она знает цену слов. Иногда я ловлю ее горящий взор. Горящий взор. Если бы так было в жизни, как ты говоришь. брат и сестра, вот даже мы способны обманывать даже самых близких людей, но есть тот, которого мы обмануть не можем. Есть тот, которого обмануть невозможно, потому что он знает все, знает меня изнутри. Только в третий раз, когда Иисус задает тот же самый вопрос, с ним Петр опечался. Вот вы знаете, я хотел бы, чтобы сегодня было состояние печали по Господу, печали Господи. Состояние сокрушения, потому что иногда, брат и сестра, мы входим в эту рутину, в эту рутину богослужебного собрания. Когда мы четко знаем, кто что будет делать, говорить, мы досконально знаем, как будет совершаться вечер Господний, какие тексты будут читаться, что будет зачем, мы входим в рутину, не рассуждая, не рассуждая о том, что мы делаем, мы поспешаем делать это, потому что нас ждут дела, суета дней и так далее, и так далее. вот мне хочется вместе с вами войти в это состояние печали по Господу. Я, знаете, как-то поближе познакомился у нас в Москве один был миссионер, такая есть достаточно странная группа, они называют он отсюда сам, но друзья, церковь друзей, ну или же квакер. С нашей точки зрения достаточно странная группа, потому что у них нет заранее расписанного богослужения, они приходят на общение, садятся все и ждут, когда Господь что-то им скажет. Ну, я спрашиваю, и сколько же посидеть? Ну, сколько надо, ждем, Господь что-то должен сказать. Ну, я говорю, а если не скажет, значит, Господу нечего нам сказать, мы нечего расходимся. Вы знаете, одновременно с тем, что я подумал, какая крайность, одновременно с этим я подумал, не спешим ли мы с мамой говорить вперед Господу? Не вырабатывается ли у меня привычка, что благословение собрания зависит от меня? Куда они денутся без меня? Я подумал, не спешим ли мы? Нет, знаете, не привыкаем ли мы к тому, что все зависит от нас, от нашего участия. Опять, братства, не поймите меня, не поймут, я думаю, что Бог дал нам разум для того, чтобы мы готовились, и я думаю, что фраг Андреев благодарен за каждого из вас, кто наполняет содержанием это богослужение. Вот одновременно с этим я хотел бы, чтобы мы были вот в этом ожидании того, что Господь хочет сказать, сделать, показать нам. И вот особенно, когда мы приступаем к вечерю Господней, опять хочу повторить эту мысль, не представляется, что нас должно сопровождать состояние опечаленности, для нас славян печаль это вообще норма, у нас все в минове, конечно, у нас сплошной минове, но не об этом речь, брат и сестры, не об этом речь, речь о том, чтобы мы вошли в общение с Господом Светом, и когда мы уже заготовили список наших добрых дел, относительно которых ты и я проверяем свое достоинство, вот когда мы подходим к Господу, то вся наша правильность, она как запачканная одежда, потому что даже самые благородные из наших деяния окрашены нашим эгоизмом, мы вольно или невольно делаем что-то, чтобы показаться предлим и в чем оно наше достоинство, достоинство мы вновь обретаем подойдя к голове, достоинство обретаем через сознание своего недостоинства, что подчас наши слова говорят громче, чем наши поступки. Когда Он задает мне и тебе вопрос, когда Он дает на время подумать, Он ожидает ответ моего сердца. Когда Он задает вопрос, дает на время осознать, что задающий вопрос это тот, который знает все, от которого невозможно сказать ничего. Самое удивительное в этом тексте для меня правило, что Бог каждому из нас предоставляет еще один шанс. Я вот так пытаюсь прочитать этот текст в современном контексте. Но за то, что Петр отрекся от Христа, отлучили бы, как говорят до пришествия и сидел бы Петр в лучшем случае на последней лавке. Самое удивительное непонятное для меня, что Иисус идет к Симону не для того, чтобы унизить его, не для того, чтобы поставить его на место. Он идет, чтобы сказать Симон такой, какой ты, если ты мне нужен. миссия еще не закончена. Кто-то должен пасти Агнцев, кто-то должен пасти Олец, ты мне нужен. Господи, но у меня пятно в моей биографии на всю оставшуюся жизнь. Я профнепригодный к пастырству, к совершению этого служения. пасти моих Агнцев, пасти моих Овец. Вы знаете, избираем служителей. Всегда кто-нибудь, всегда кто-нибудь наковыряет что-нибудь и говорит мне, вы читали первое послание Тимофея, каким должен быть служить? Читал. Читал. И я всегда спрашиваю, неужели найдется тот, который мне дешевле сказать? Я соответствую. И я готов. И я могу. Правда заключается в том, что только попав в ситуацию Симона, только попав в ситуацию Иакова, который все время с Богом играется, который пытается Бога обмануть, пытается торговаться с Богом только тогда, когда Он надлавливает меня. Тогда я получаю новое имя. Мне стыдно, что я хромаю всю оставшуюся жизнь, но только тогда я могу служить другим. Павел молится стыдно, Господи, я же твой апостол, ну что это такое жало в плоти, мне тыкают пальцем, говорят, какой-то апостол. Достаточно, достаточно для Тебя моей благодати. Почему, Господи? Ну, в том числе, чтобы не превозносился чрезвычайно все от крови. Жало, как напоминают наши немощи, того, что мы люди, человеки. Сегодня хочу беседовать с проповедниками после собрания. Знаете, что самое апостол в жизни? Три ступеньки. Три ступеньки, на которые мы поднимаемся, становясь выше других. Мы привыкаем говорить сверху вниз. Люди сидят в саде, благодарят Бога за то, что среди нас есть такой святой человек, который знает все, у которого нет проблем, у которой уже ноги не касаются земли. Да нет, брат и сестры. Да нет, брат и сестры. И вот мы по сути дела не имеем права совершать служение, если не учимся просить прощения у Бога, если не попыли в положении силы, когда Бог надламывает нашу сумму верность, нашу гордыню, он предоставляет каждому из нас еще один шанс, он восстанавливает наше достоинство, потому что нуждается в нас в таких, какие мы есть. Браты и сестры, сегодня особый мы приступаем к трапезе Господа. Писание предупреждает, да испытывает же себя человек. Всякий раз ловлю себя на мысли, что мне легче увидеть недостоинства в тех, которые рядом со мной. Сегодня экзамен, который должен сдать каждый из нас. Никто другой не может ответить на этот самый простой, самый важный вопрос, кроме меня и тебя. Симон и Омн, брат и сестра, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Спрашивает Иисус. И вот здесь нам нужно взять немножко времени, не спешить соответств служение. что вопрошающий это тот, который знает все. Сегодня благословенная возможность для меня и тебя обойти в это состояние опечальности, потому что печаль по Боже производит неизменное покаяние. И тогда крыльево оставят за спиной. И тогда мы им дерзновение идти за Господа, совершая служение. Пусть Он благословит нас, пусть обильно благословит каждый из вас, брат и сестра, и пусть Ему возлюбившему нас будет вечная слава за все. Аминь. Аминь. ПЕСНЯ 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 задал сегодня мне лично вопрос. Он сказал, Андрей, а любишь ли тебя? И он уже сегодня через собрание, он указывал мне лично на те моменты, где он показывал мне, где я сегодня поступаю. Я хочу спросить, братья и сестры, задавал ли он вопрос? Это хорошо. Это хорошо, что он задавал. И сегодня мы обязательно должны сейчас дать ответ ему. Дать ответ перед тем, как мы будем участвовать. Но я думаю, каждый из нас осознал несовершенство свое. Да, Господь, я люблю тебя, но сил я не прилагаю к тому, чтобы возрастать в тебе. Да, Господь, я люблю тебя, но, к сожалению, через мою жизнь ни один человек этого не видит. Они видят меня, мой характер, мои поступки, то, как я поступаю, но, Господь, прости, они тебя вообще не видят. Я думаю, друзья, дорогие, может быть, многие из нас сказали, да, Господь, я люблю тебя, но, к сожалению, жена или муж мой, они видят совсем другое в моей жизни. И они сомневаются в этой любви. Она где-то потому, что внутри она не выхлует наружу. Братья и сёстры, наше сегодняшнее вот собрание, оно признало для того, послушайте, чтобы признать свои ошибки и оставить их. Причи. Такие слова говорится. Скрывающие свои действия. Скрывающие. От кого? Всех. Он скрывает, он закрывает их внутри. Ни в коем случае, никто, чтобы не увидел, какой я внутри. Сколько у меня грязи, сколько у меня недостатков, что я делаю, что я смотрю, чем я занимаюсь, как я думаю, ни в коем случае, чтобы не увидел. Я скрываю это всё внутри. Библия говорит. Скрывающие свои преступления, он не будет иметь успеха. Дорогой друг, если ты сегодня боишься открыть перед Господом свой грех, боишься помолиться ему, исповедоваться, помни, не будет успеха. Не будет успеха ни в чём. Вторая часть, слава Богу, что есть этого стиха. А осознающий важно, что сделать. Вы знаете, что не каждый осознает свой грех? Не каждый. Не каждый может осознать свой грех. Многие люди, к сожалению, они считают, что так и должно быть. Как брат сегодня говорил, очень замечательно, в слове. А почему? А другие как? Другие, вот они хуже меня. А человек, который осознаёт свой грех, и второе, оставляет его. Оставить, это значит уйти, на расстоянии, уйти, всё. Я к нему не подхожу. Он в стороне, я оставил. Он ничего общего, больше со мной не будет ленить. Этот человек будет помилен. Много сегодня было нам сказано. я предлагаю сейчас склониться перед Богом и взять на размышления две-три минуты и проверить, «Люблю ли я сегодня Иисуса Христа?» И готов ли я, знаете, не просто в этой любви признаться, а как Пётр последовать за Христом, свою жизнь отдать, так и сегодня. Что мы готовы сделать, чтобы этого больше в нашей жизни не было? К сожалению, очень часто на вечере мы признаемся в своих грехах, но выйдя с этого здания, поучаствовав в этой вечере, такое ощущение, что у нас ничего в жизни не происходило. Человек поплакал, посокрушался, совершил вечерю, ушел, то же самое. Он не будет иметь успеха ни в чем. Друзья, если Дух Святой сегодня нас в чем-то осуждал и не осуждает, есть один вариант. Осознать, оставить. Господи, помоги, помоги мне идти за Тобой, помоги мне быть эффективным христианином, через которого ты можешь совершать свою работу. Я предлагаю, давайте мы сейчас ставим, зададим себе этот вопрос еще раз. Любовь я, если соответственно. Следуя ли я, Саня? Я предлагаю, может быть, вы знаете, сегодня вечеря, и вечеря, помните, это время, когда мы молимся на колени. Мы сейчас склоним к колени, каждый внутри себя, помолитесь, братья и сестры, проверьте свои сердца перед тем, как мы будем переходить к этой части, к этой части вечеря, к этой святыне, к этой заповеди Иисуса Христа. Помолимся, Саня? Иисус, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Поэтому, здесь, послушайте внимательно, звучит предупреждение. Как бывает, на дорогах мы видим знак опасно, так и здесь, вечеря. Это хорошо, что мы прочитали, но здесь знак дальше опасно. Проверим себя и подумаем об этом. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждавшись, умирая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают. Ибо, если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Господь сказал, что он, апостол Павел говорит, что он от самого Господа принял то, что и нам передал. Что Господь в ту ночь, которую предан был, Он взял хлеб и Он возбудил и дарил. Мы совершим то же самое, что совершил наш Господь, Иисус Христовский. Помолимся по благодарению Его. Наш Господь благодарит Тебя за то, что ты пришел на эту землю, за то, что ты пришел ты наш Бог, ты наш Господь, ты прожил безгрешную жизнь, и ты, Господь, прожертвовал своей жизнью для искупления многих. И сегодня это тело, Господь, которое здесь на земле, это мы. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы причастны сегодня, являемся причастниками, Господи, Твоей церкви, Твоей, этой, Господи, невесты, которая на земле. Дай нам сейчас, провея в себя, участвуй достойно, рассуждая о том Тебе, Господи, как мы находимся в этой церкви, как мы относимся к Твоей церкви, как мы относимся к Тебе, Господи, как дорого мы были куплены кровью Твоей, Господь, какую плату большую ты заплатил. Дай, чтобы это все вспоминая, мы сейчас, Господь, осознанно участвовали в этом клейке. Слава Тебе за все, Бог Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Написано, Иисус Христос нас благодарил и благословим. Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос придите и идите сие есть тело Мое, которое вместо вас пламило. Участок могут члены церкви, те, которые в зрелом возрасте приняли святое водное крещение, те люди, которые не находятся на церковные взыскания дисциплинарных наказаний. Эти люди могут принимать участие. Если человек чувствует, что он не готов участвовать, вы лучше воздержитесь. Кто участвует, пожалуйста, оставайтесь стоять. Кто не участвует, вы можете здесь. Господь Благословит Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос Иисус Христос також. Совет Иисус Христос Божие и Благодарить, потому что мы по nokialам сейчас поблагодарим Господа за Его кровь, совершив молитву служитель Церкви брат Николаев. Господь, слава тебе и дарость в этот час, в этот воскресный день, что ты чудным образом ведешь это восслужение, Господи, и вновь даешь нам время и готовишь, Господи. Мы могли ответить на самый важный вопрос нашей жизни, который был в лице Петра, когда мы все днем, любимый ли Тебе, Господи? Даруй, чтобы мы Тебя любили всем сердцем, разумением всех крепостей. И все, что проявил Ты нам, исполнил в нашей жизни. И ты так же, Господи, поручил нам, исполнился от Твоего, хлеба твоего мрения. И ты, Господи, речей, собрав своих учеников, зная их в сердцах, как и Петр сказал, ты все знаешь, Господи. Ты все знаешь в совершенстве, Господи. Ты знаешь каждого из нас. Но ты, Господи, даруешь нам возможность, чтобы мы могли участвовать в этой вечере, как и Петр с тобой. Ты, взяв чашу, Господи, благодарив, благословил и сказал, я чаша, есть новый завет в моей крови. Благодарим Тебя, что ты, Господи, даровал этот новый завет, который есть в крови Твоей. Благодарим Тебя, что на Голгофе открылся источник, который способен омывать всякий грех и всякое беззаконие всякого человека. Даруй, Господи, Богоговение совершить эту заповедь и спит из нее, вспоминая, Господи, Твою драгоценную кровь, которая проливалась на Голгофском кресте. И добудет Тебя слава, честен плава, и за все на Бог, как я с Богом стою. Аминь. Христос сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите только, когда будете пить в мое воспоминание. Кто участвовал в хлебе, пожалуйста, будем участвовать в лине. Садитесь, пожалуйста, в твердую часть. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый утренний свет За творение Твое За спасение Твое Благодарю Тебя Иисус Благодарю Тебя Иисус Благодарю Тебя Иисус Просто я благодарю Просто я благодарю Сладом Богу за кровь Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Погадаю Тебя, Иисус! Погадаю Тебя, Иисус! Погадаю Тебя, Иисус! Погадаю Тебя, Иисус! Там были такие замечательные слова, за Голгофову, за кровь. И как там дальше? За воскресенье Твое, за победу Твою, я Тебя благодарю. Замечательные слова. Я думаю, то, что сейчас вот в нашем сердце происходит, это после того, как мы совершили вот именно эту заповедь, и мы наполнены благодарностью. Представляете, если бы вот не было Иисуса Христа, не было бы этой жертвы. Вот просто представьте, мы люди без Христа, вот кто сегодня здесь собрался, мы в мире. У нас нету надежды на оправдание, на прощение, надежды на то, что Христос может простить. Нету победы над смертью, над грехом, ни на чем. Есть только наказание и вечное осуждение. Кто мы были бы? Как бы сейчас наша жизнь проходила? В страхе, в ужасе, в беспокойстве, в постоянном волнении. Так или нет? Да слушайте, это ужас был. Я такую жизнь себе не хочу. Я пожил какое-то время без Христа, не хочу ни за что. Есть новая жизнь. В Христе, в радости, в мире, в согласии. И самое главное, знаете, что есть? Покой. Покой. Когда ты понимаешь, совершил что-то не то, что Христос тебе говорил. Все мы много согрешаем, говорит апостол Иоанн. Но знаете, есть момент причастия. Когда ты пришел в определенное время, когда ты открыл пред Богом сердце свое, и ты говоришь, Господь, там на Голгофе, там ты победил. То, что ты воскрес, этим ты даешь нам подтверждение того, что ты не умер как грешник, а ты святой. Смерть, она не смогла тебя удержать. Вознесение твое совершилось. И знаете что, братья и сестры, это дает нам надежду, что в один день и наше вознесение то же самое совершится. Так же, как Христос вознесся, так же и мы вознесемся и будем там с Христом. Аминь. Аминь. Мы ждем этого? Пусть Господь гласает. Вот первую часть аминь хорошо сказали. А ждем, уже знаете, оно как-то это. Ну, ладно. 20 стих. 26 точнее. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню восхищаете до того дня, доколе Он придет. Давайте поблагодарим Его за то, что мы могли сегодня участвовать в этой вечере Господней. Я попрошу нашего брата Женю поблагодарить Господа за эту вечерню. Пробуйте с нашим отношением к церкви, к своей, которую Господь дал нам. Пусть Господь даст нам показывать всем, что мы любим Ему. И этот вопрос, любишь ли ты меня? Пускай он звучит. Эту неделю в нашем сердце не переставает. Где еще в нашей жизни мы, может быть, не ответили на этот призыв Христа? Пускай будет это время, чтобы мы задумаемся и своей жизнью, как апостол Петр. Чем мы знаем, что он последовал за Иисусом Христом? Мы знаем последующие его жизни. Мы знаем, что отдал всю свою жизнь без остатка следованию за Иисусом Христом. Это величайший служитель всех времен и народов, который, не боясь он шел, проповедовал Евангелие. Он не боялся быть арестованным. И однажды, когда пришло время апостолу Петру страдать за Христа, история рассказывает, когда его привели на казнь. И он увидел этот крест, на котором ему надлежит быть распятым, как Иисусу Христу. Петр сказал, я не достоин быть распятым, как мой Господь. Распните меня, пожалуйста, вверх ногами. И история рассказывает, что Петра распяли вверх ногами. Замечательный пример, как Петр ответил, ты знаешь, Господи, что я люблю тебя. Как насчет нас? Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста, братья сестры. Объявление сейчас, давайте так, 30 минут, тут у нас собрание в 3 часа закончится. 30 минут покушаем и вернемся сюда в зал, у нас будет семинар. В обязательном порядке все проповедники, пожалуйста, нашей церкви, те люди, которые участвуют в служении, какой-то, каких-то, пожалуйста, придите сюда. Сегодня у нас будет предмет гомилетики, то есть как правильно слово Божие передавать, проповедовать и так далее. Также, пожалуйста, учителя воскресных школ, каких-то групп сестринских, домашних, все, кто желает, пожалуйста, приходите сюда. Это очень важный такой урок, он не только для братьев. Братьям он нужен для того, чтобы передавать слово. А всем нам нужно для того, чтобы, скажем так, так же, как мы можем, скажем так, учить братьев и сестер, учить других людей, с которыми мы рядом, чтобы передавать слово другим людям. Пожалуйста, давайте мы покушаем, чтобы долго не задерживаться. В 3.30 мы через полчаса встретимся здесь и продолжим наше общение. Хорошо? Хорошо, да. Слава Богу. Следующее воскресенье после собрания мы сделаем братское общение. Братское не будет в четверг. Будет следующее воскресенье после собрания. А в следующий четверг, не в этот, а в следующий, у нас состоится лидерская встреча. Лидера, пожалуйста, готовьте, молитесь и планируйте свое время. В следующий четверг в 8.30 вечера мы встретимся здесь, в доме молитвы, в библиотеке. Еще объявлений больше нету. И еще такая информация, что 15-го числа в поместной церкви 15-го октября состоится жатва. 15-го октября в поместной церкви состоится жатва. Пожалуйста, братья и сестры, готовьтесь, участие у кого есть, тоже обращайтесь. Мы еще не знаем насчет гостей. Возможен вариант, что приедут братья и сестры с полков, еще пока ответ не дали. Но это не значит, что у нас сегодня будут гости. Но у нас обязательно будет своя программа и для деток, и для группы, и для всех, кто желает участвовать. Пожалуйста, подойдите, скажите, и мы будем, скажем так, то есть мы обязательно поставим вас в эту программу. И еще одно объявление. У нас 10-го октября 7 лет, как мы начали собираться здесь в Орландо. Такая вот вроде бы дата не круглая, но знаете, библейская. И это приятно. То есть уже 7 лет какой-то период. И мы хотим провести церковь, не только церковь. Пригласить все когда-то, кто доходил по местную церковь. Был частью церкви, сейчас где-то в других церквях. Те люди, которые, возможно, просто когда-то были. Пригласить их в цель на этот вечер. И приблизительно 22 октября. Потому что у нас сейчас занято все. А вот 22 октября это будет воскресенье в 6 часов вечера. Если Господь даст хорошую погоду, это будет на улице, за столами, здесь, возле церкви, с хорошей музыкой, с хорошей программой. Будет очень интересный такой вечер воспоминаний. Ну, скажем так, до этого места помог нам. Так что, мы еще давайте так, следующее воскресенье, мы сегодня встречаемся и больше о программе разговариваем. Следующее воскресенье мы сделаем так. Мы больше дадим информации насчет этого вечера 22-го. И вы сможете пригласить друзей, знакомых, кого мы знаем, чтобы сделать такой благословенный вечер. Не против, братья и сестры? Нет. Ну все, слава Богу. Еще раз. 22-го. 22-го числа, да. Октября. Ты записан. Да. Супер. Хорошо. Пожалуйста, может у вас есть нужды, молитвенные или приветы. Передайте, пожалуйста, и мы будем в заключении. Привет от Жени. Слушайте, они налетели. Слава Богу, что благополучно их приведет. И все равно. Благодаря вас за молитвы, за то, что вы их поддержали молитвенно. И вообще, ну так скажем, они просто восторги. И такие вот чувства переполняют того, как они побывали здесь. Слава Богу за это. И спасибо за то, что вы молились за мою дорогу вчера. Все нормально. Мы съездили туда, обратно. Слава Богу. Слава Богу. Мы ждем вас. Скажите, пожалуйста. В свою очередь, я тоже хочу поблагодарить всю церковь, потому что я обращался в Тороское стекло, уже прошедшее на воскресенье, чтобы вы молились за перелет моей дочери Клеи в Норвегию. Все благополучно. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Благодаря всем, что Бог был освободен в его операцию, что церковь молилась за это. Слава Богу. Слава Богу. Дорогой. Мама, с днём рождения, человек не верующий, я вспомнился. К моему стыду как-то? Татьяна. И Андрей, что-то еще хочется, если вы еще у Сережи два с днём рождения, я вам, к сожалению, с днём рождения. Давайте еще разобраться. Отлично. Привет, нам передам от Второй Московской церкви. Братья и сестры, сердечно вас приветствую. Перенимаем. 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 Да, давай просим. Да, пожалуйста, Тамаря. Сегодня день рождения у нашей внучки, ей семь лет. Ее зовут Виктория, тоже давайте. Победительница. Спасибо. Может за здоровье всех деток? Ехали перед церковью, и это была прекрасная поддержка. Мы анализировали, как эти два года прошли, все слава Богу. И я еще хочу говорить Бога. Мы молились месяц, у нас была одна проблема. И, слава Богу, это пришлось. Хорошие новости. Слава Богу. Да, Валера Колесник написал перед собранием, там у Тани было, что Тани поехали выражать, сидим в госпитале, а там живот заболел. И, как бы, но все сейчас разрешилось, он просто попросили помолиться, чтобы было еще месяц до рода, чтобы состояние все было. Хорошо, будем молиться за Валера, за Таню, за ребеночка. Все нужно, давайте мы встанем и принесем перед лицом Господне все то, что здесь было сказано. Спасибо. 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 Спасибо.